что там впереди за автодом не наши случайно нет ровки желающих посмотрите скалолазов по льду вот удовольствие да идёт олень нам навстречу мы остановились он нас не боится смотрите какой красавчик удивительное зрелище посмотри юра ему подошел здравствуй мой хороший здравствуй малыша 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 на видео я тебе на фото снимаю дождь мы застряли кемпинг финский ломание пиконенку вот мы 15 минут назад сюда приехали по пути к столице северного сияния городу тромсы мужа за полярным кругом вот ночь я утром еще поснимаю вообще вот этот маленький сюжет от часть большого фильма который мы делаем вот вот тут есть ресепшн интернет электричество вода несмотря на то что сейчас зима температура где-то минус 10 градусов сейчас пока у нас четыре экипажа остальные в пути скоро не подъедут площадка очень ровная а вообще мне много лет назад когда я путешествовал по норвегии у меня не было каравана мне страшно хотелось посмотреть а что же там внутри этих караванов вот но мне неудобно было постучаться норвежцам немцам вот попросить чтобы они показали но вот сейчас у нас такая возможность есть вот здесь хоть и зимняя сказка но холодно под ногами он скрипит снег вот и мы сейчас войдем внутрь каравана и посмотрим что же там внутрь температура сейчас минус 10 минус 11 градусов так вот мы не стали отцеплять потому что ровно стоит и площадка позволяет и площадка позволяет ну вот давайте можно ой ой как тепло вот это натопили а вот это натопили так это настя ой тут настолько тепло что аж запотел объектив ужас вот какая у нас температура а температура 21 градуса до минус 10 на улице показывает а вот это наша новогодняя елка а вот наша василиса который изучает технику да васюлька привет а где твой олененок олененок где покажи ну где стесняешься да а это тоже наш ребенок маш а вот на а вот мы готовим себе ужин вот а вот наша мама там в детской комнате готовит детям постель но сейчас я буду настраивать интернет и включать телевизор о жене швартует ну как же нормально доехали после каш дорога была не очень а чё трясло а ты чё цеплять не будешь вот почему видишь фаркоп чуть шарик нужно ну чтоб он ровно ехал у тебя и он ровно на стоянках стоит отцеплять не нужна и нагрузка на заднюю ось небольшая все не грел, грел, нормально было равно хлинит выездите столько часа уже два а? выездите давно уже не час где-то может красиво здесь утром асока выезжает ой как проснемся давай нам 350 кг нужно завтра еще проехать и все фаркоп только от цепи электрику подожди мне Илья и и Продолжение следует...